Продолжение следует... Продолжение следует... И параллельно создается сообщество преподавателей, тоже Эдисон. Соответственно, в рамках сообщества преподавателей, я думаю, что вы получали письма, помимо приглашения на этот вебинар, вы получали еще по идее письмо об этом сообществе, краткий такой анонс. То есть предполагается создание этого сообщества, скорее всего, это будет где-то потом группа ВКонтакте или Фейсбук. Кстати, может быть, Фейсбук. Обычно со школьниками ВКонтакте мы чаще общаемся, да, но, возможно, преподавателей в Фейсбук соберем. Вот на какой-то площадке мы будем с вами обмениваться опытом, и нам хочется собрать в это сообщество преподавателей-новаторов, как мы говорим. То есть, в принципе, возраст принципиального значения такого не имеет, но, скорее, это будет касаться более молодых преподавателей, хотя, опять же, никаких ограничений мы не накладываем. И хочется собрать преподавателей, которые идут в ногу со временем, которые открыты ко всему новому, не зашорены, не руководствуются какими-то методами натаскивания на экзамен или еще что-то, а стараются тоже передать школьникам реальные знания. И, в общем-то, на вот таких принципах мы хотим построить сообщество преподавателей и, в частности, проводить разные мероприятия для преподавателей, обучающих в том числе, и в том числе через вебинары. В общем, сегодня один из таких вебинаров, который, посредством которого мы хотим дать вам пользу, в частности, я хочу дать вам пользу в плане технической какой-то подкованности и понимания того, как можно проводить вообще онлайн-санятия со школьниками. Ну и будут разные вебинары на разные темы. Мы написали о том, что не хотим просто какой-то воды, какие-то практические вещи. И с удовольствием, кстати, тоже там приглашаем соавторов в это сообщество, всех из вас, кто чувствует желание, возможность что-то новое, интересно рассказать преподавателям, чем-то поделиться из своего опыта. Мы вас приглашаем, там можно заполнить будет форму, тоже в одном из писем, которое вам должно было приходить, можно заполнить форму и присоединиться к нам в качестве соавторов. То есть мы с вами свяжемся и подумаем, когда вы можете какой-то курс или отдельный вебинар или еще что-нибудь. Немного слов обо мне. Меня зовут Юрий Спивак. Я основатель школы «Хочу знать» — это курсы ЕГЭ и ЛГЭ в Москве, только оффлайн. У нас каждый год занимается более тысячи учеников в течение учебного года. И, ну, в принципе, мы одни из самых больших курсов. А еще в марте мы объединились с большой компанией «Лансманскул». И теперь, в принципе, объединенная компания, наверное, одна из самых, ну, или самая большая по количеству филиалов в России. Но вот опыт онлайн, преподавания у нас отчасти есть. Что-то сейчас мы новое узнаем. То есть в основном у меня опыт в оффлайне был, хотя у нас очень большая такая веха была в нашей истории — это создание контента. У нас есть такой опыт, у меня лично, это записи видеоуроков. И в свое время мы записали видеоуроки, у которых суммарно набралось более 15 миллионов просмотров. Мы также собрали группу ВКонтакте в пике, она достигала 230 тысяч школьников. Эта группа абсолютно с нуля была создана, и только вот на онлайн-контенте, на видеоуроках. То есть там не было никаких ботов, там нагона каких-то, трафика и так далее. Это все его абсолютно естественным путем создана группа, созданный канал на YouTube и так далее. То есть у нас есть опыт. Мы, кстати, даже с точки зрения проведения вебинаров, мы проводили разные вебинары для школьников, и в пике был вебинар, тоже по количеству самый большой, тысячу человек. То есть тысячу школьников одновременно участвовали в вебинаре по математике. Но это все было где-то в году 13-14, то есть мы тогда очень много делали бесплатного контента, и весь он был направлен на то, чтобы у нас ученики прибавлялись именно в Москве. Получалось не очень эффективно, потому что контент наш смотрели ребята по всей России, а непосредственно к нам приходило не так много людей, потому что, во-первых, из Москвы только определенный процент был ребят, кто смотрел наши видеоуроки, ну и плюс мы тогда только экспериментировали, с этим не совсем было понятно и так далее. И сейчас такая новая веха у нас в развитии, когда мы разбираемся именно с онлайн-обучением, запускаем платные курсы и так далее. И вот еще раз я пытаюсь соединить пазл, чтобы сложился у вас, что вообще происходит. То есть и мы в рамках этих всех инициатив, в том числе, хотим создать сообщество преподавателей. И, в общем-то, сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом. Как я вижу, можно вести занятия со школьниками в онлайне, для того, чтобы вы тоже развивали и себя, и развивали этот рынок, эту нишу, для того, чтобы школьникам все привычнее и привычнее было постепенно заниматься в онлайне. Может быть, потом в дальнейшем мы с вами, с кем-то из вас, что-то создадим совместно. Я бы хотел также, чтобы этот вебинар, понимание этого вебинара у вас было таким, что это мой личный опыт того, что я использую для онлайна, тех сервисов, с которыми я знакомился, через которых я запускал те или иные продукты для школьников. И, понятное дело, что у вас может быть личный какой-то опыт, вы просто им можете дополнить то, что я рассказывал, и, может быть, какие-то инструменты есть более эффективные, чем, опять же, те, которые я использую. Вы просто уже можете дальше эту тему развивать. Я вам покажу просто один из способов, как можно реализовать эти занятия, какие-то сервисы полезные, которые я знаю, технические решения и так далее. Вы уже сами можете дальше принимать решения, насколько они вам подходят, и, может быть, где-то какие-то вы будете искать дальше свои варианты. Ну и по ходу этого вебинара вы можете задавать вопросы мне в чат. Может быть, у вас сейчас есть вопросы, вы можете задавать. Вебинар у нас будет длиться, я думаю, порядка часа, может, чуть меньше, в зависимости от того, насколько мы будем с вами углубляться в какие-то темы. Может быть, я по ходу буду еще что-то вспоминать, такое интересное, тоже вам расскажу. Ну, кстати, проводим мы вебинар на платформе ClickMeeting, о которой мы еще сегодня тоже поговорим. Вы тоже можете использовать эту платформу для того, чтобы в дальнейшем проводить занятия на этой платформе. В том числе я скажу сегодня, а не пару слов. Давайте поговорим вообще про онлайн-занятия, как это происходит. Значит, есть такое понятие, как воронка продаж. Это просто этапы, по которым проходит клиент, когда проходит до момента покупки, от первого контакта до момента покупки. Так или иначе, если мы хотим организовать занятия в онлайне, эти этапы каким-то образом мы обеспечиваем. Я сегодня просто их схематически обозначил, и я не буду углубляться, потому что сегодня у нас с вами больше будет углубление и акцент на техническую составляющую, именно проведение занятий про разные сервисы, будем говорить, технику и так далее. Но просто для общего понимания, какое там место в базовой цепочке занимает, то, о чем мы сегодня будем говорить, я вот этот слайд сделал. Значит, есть понятие такое, как трафик, есть такое понятие, как конвертер. Это то, что предшествует как раз уже непосредственно реализации курсов. Кстати говоря, я думаю, что мы просто сделаем еще тоже отдельно вебинары по этим темам, по теме трафика и конвертера. Что такое трафик? Так или иначе, если мы хотим продавать наши занятия в онлайне, мы откуда-то должны взять пользователей и привезти их на конвертер. Конвертер – это уже соответственно площадка, на которой человек может принять решение записаться к нам на занятия, на индивидуальные занятия, на курсы, куда угодно, смотря в каком формате мы оказываем услуги. Трафик может быть абсолютно из разных источников, там может быть какая-то платная реклама, это может быть какие-то заявки через сайт репетиторов, там может быть поисковая оптимизация сайта и так далее, соцсети, какие-то рекомендации и так далее. Где-то на форуме мы оставляем ссылки, мы поговорим об этом еще отдельно в других вебинарах. И вот трафик приходит на какую-то страницу. На странице мы, естественно, должны описать те курсы, которые мы предлагаем. Ну это либо просто занятие по скайпу, если сам базовый какой-то вариант, либо это какой-то курс вебинаров, еще что-то, какая-то у нас есть программа курса и так далее. Ну самое простое это сделать либо сайт-визитку, либо сделать какое-то объявление на Авито, либо у вас просто группа ВКонтакте, в которой вы описываете, как вы проводите занятия, как все происходит, как записаться там и так далее. Ключевой момент возникает, каким образом можно оплатить занятия, и что будет происходить дальше. Это тоже все нужно описать. И вот, допустим, мы все это сделали, то есть у нас есть какой-то сайт или еще где-то страница, где мы все это описываем, и клиент как-то оставляет заявку, оплачивает курсы и так далее. Дальше возникает вопрос, что дальше, да, то есть каким образом организовать непосредственно занятия. И мы с вами на этом вебинаре поговорим об этом. Значит, какие курсы, на мой взгляд, можно организовать в онлайне преподавателям? Ну, нужно заниматься индивидуально, я думаю, это сейчас самая популярная история, да, в онлайне, это просто занятия по скайпу индивидуально. Также это может быть формат мини-группы, это тоже тот формат, который я пробовал как-то, и экспериментировал с ним. Мы занимались там с учениками одной из школ, договорились со школой о том, что мы такие занятия устроим, и с учениками одной из школы занимались в таком мини-групповом формате. Занятия тоже проходили по скайпу, в формате видеоконференции. В принципе, это по техническим всяким особенностям проведения занятий, то же самое тактически, что и индивидуальные занятия. Ну, там есть немножко своих особенностей, но это очень близко. И есть формат еще вебинара, да, это когда проходит курс, проходит какое-то занятие на большое количество человек. Ну, собственно, мы с вами сегодня встречаемся в формате вебинара. Также, вот помимо того, где непосредственно проходит занятие, на мой взгляд, этим не должно все ограничиваться, потому что, ну, единственное, что максимум в формате индивидуальных занятий можно сделать, и то все равно даже индивидуальные занятия можно дополнить неким системным процессом, который может реализовать каждый преподаватель, даже если это просто индивидуальный репетитор, вы тоже можете свой курс дополнить определенным образом, как это можно сделать. Важный вопрос – это структура курса. То есть, во-первых, каждое занятие можно записывать, и это очень ценно для ученика, если можно посмотреть запись. Возникает вопрос, где эти записи хранятся. Также, с точки зрения структуризации курса, неплохо где-то видеть ученику темы, которые уже пройдены, которые еще будут впереди, да, какая-то информация о курсе. Опять же, если мы говорим про индивидуальные занятия, то это меньшая степень важности уже вот этих вещей. Но если это мини-группа или вебинар, то это практически необходимый параметр той услуги, которую вы предоставляете школе. Также вопрос возникает в домашних заданиях и различных тестах. Каким образом это реализуется? Все мы знаем, что в классической учебе, в офлайне, это привычный, обязательный момент, домашние задания, какие-то контрольные работы промежуточные и так далее. Каким образом это реализовывают? То есть возникает вопрос каких-то площадок тестов и так далее. Как-то мы должны это реализовать. То есть мы сегодня поговорим об этом. Просто в общем, говорю, да, что это вопрос, на который надо ответить, если мы собираемся организовать курс. И также еще очень неплохим дополнением было бы ученику видеть, ну, ученику и родителю, тоже очень важно и вам, видеть некую статистику, рейтинг, прогресс ученика вот в рамках курса, рейтинг относительно других, статистику вообще, ну, там, ну, сколько времени у нас слушал курс, сколько у меня тебя посетил и так далее. Вот я, забегая наперед, скажу сразу, что каждый преподаватель, даже в рамках своей собственной индивидуальной практики, может создать вот такие вещи в каком-то, по крайней мере, базовом варианте, да, когда мы пользуемся какими-то готовыми сервисами. И вот давайте начнем с момента организации занятий по Skype. То есть сначала мы сейчас с вами поговорим про индивидуальные занятия мини-группы, каким можно образом реализовать эти занятия, какой там мой опыт. Опять же, я напоминаю, сегодня у нас с вами тема именно технических особенностей всего процесса, да, каких-то вещей, которые я для себя нашел тоже, и которые могут сделать занятия более эффективным, и нормального с точки зрения, там, качества, да, там, не знаю, звука, связи, там, видео, передачи вообще информации и так далее. Ну и плюс еще самая структура. У нас будет еще отдельно темы, да, связанные с тем, как продавать эти занятия, как вообще нужно проводить там вебинар, как проводить продающий вебинар и так далее. Это другие какие-то могут быть вопросы наши, но сегодня именно с технической точки зрения будет польза у вас. Значит, ну, я буду в том числе вот говорить и в общем, и то, что конкретно есть у меня с точки зрения технических, да, каких-то вещей. Я провожу занятия на Макбуке уже достаточно давно, и он хорош тем, что в нем, ну, если он не старый, да, вот в частности в моем 8 гигабайт оперативной памяти и хороший процессор. Почему это может быть важно? Если вы стараетесь максимально использовать то занятие, которое будет у вас происходить, то целесообразно, там мы сейчас поговорим с вами, подключать второй монитор, подключать планшет, точнее, планшет в виде второго монитора. Скайп плюс сам по себе тянет оперативную память и еще неплохо параллельно записывать свой экран, потому что не всегда, ну, это как бы с точки зрения дополнительной безопасности того, что будет запись занятия, и неплохо это делать. И если совместить все эти процедуры вместе, то слабый компьютер может просто этого не потянуть. Ну, это как данность, опять же, да, то есть если у вас, там, не знаю, компьютер не дотягивает по параметрам, то это не значит, что вы не можете вести занятия, просто какие-то вещи, возможно, он не потянет, да, одновременно. Вот. Напоминаю, что если что, у вас, по ходу, будут вопросы какие-то возникать, вы можете в чат их писать. Значит, ну, понятно, что это может быть ноутбук, настольный компьютер. Кстати, ну, с точки зрения системных характеристик, обычно, если там цена-качество соотносить, то настольные компьютеры подешевле будут с одними и теми же характеристиками, чем с такими же характеристиками ноутбук. Вот. Но, кстати говоря, по поводу маков, я не знаю, кто еще не перешел на мак, просто срочно это делайте, потому что, ну, это просто небо и земля. Я здесь немножко порекламирую технику Apple, но именно с точки зрения эффективности работы, скорости работы и удобства, это на текущий момент до сих пор намного-намного удобнее техники на Windows. Мак сейчас можно купить на Авито, я смотрел, можно купить тысяч за 35-40, это будет бывший Мак, но это будет действительно компьютер, с которым вы просто выдохнете по сравнению с тем, ну, если вы сейчас не на Маке работаете, как приходится мучиться на Windows. Ну, самые базовые вещи, да, он включается просто открытием крышки. То есть вы хотите включить, вы открыли крышку, вы хотите выключить, вы ее закрыли. Скорость работы очень большая, все сделано под пользователя, здесь нет таких понятий, как вот эта мучительная установка программ, установка удаления, просто в одно нажатие происходит программ. Здесь максимально, знаете, на Windows это обычная история, нажимать Alt, Control, Del, и смотреть в этот диспетчер задач, и что-то там выключать, завершать какую-то задачу принудительно, потому что она там подвисла, там еще что-то делать. То есть на Маке вы просто забудете, что есть такое понятие диспетчера задач, там и так далее. Ну, здесь настолько все проще в компьютере, что я недавно сел на компьютер на Windows и подумал, господи, как хорошо, что я просто в свое время перешел на Мак, потому что это очень сильно обращает работу. Я знаю, что люди, которые не используют технику Apple, могут в штуки это воспринять, что вот, это просто дань моди и так далее. Я вас уверяю, как только вы просто месяц поработаете на Маке, я даже говорю, бэушном, который вы можете купить на Авито, тысяч за 35, можно даже за 30, наверное, и 10 года какого-то, 13-го, 12-го, будет компьютер, вы точно ощутите разницу между Маком и Windows и больше не захотите возвращаться, вы сделаете все просто, чтобы дальше работать на технике Apple. И, опять же говорю, мой опыт, я рекомендую именно с такими компьютерами работать, сильно облегчает работу в дальнейшем. А с точки зрения именно работы в онлайне, важно, как я говорил, оперативная память и процессор. Ну, вот я привел в качестве примера мои характеристики, можете такие же характеристики искать на компьютерах других, сравните, опять же, с вашими. Кстати, вебинар будет в записи, на почту придет тоже. Запись этого вебинара сможете пересмотреть, поставить на паузу, посмотреть, какие характеристики сравнивают с вашими. Значит, в ноутбуках обычно бывает встроена веб-камера, если нет, вот достаточно много есть камер Logitech, вам нужно найти просто какую-то HD-камеру, тут я не буду долго останавливаться, просто как факт это устройство нужно. Ну, опять же, если говорить про Mac, здесь отличная камера, и дополнительно ничего покупать не нужно. То есть можно пользоваться ими. С точки зрения гарнитуры, я сейчас говорю вот как раз с Apple-ской гарнитуры, и, насколько вот я знаю, смотрел записи кликмитинга, здесь на самом деле не очень хороший звук в итоге получается уже для вас. То есть вы сейчас меня слышите искаженно именно самой программой кликмитинг. Дело в том, что когда я записываю в другой программе вебинары, я сейчас просто тестирую в то же время, да, и вам хочу тоже рассказать, какими программами я пользуюсь. Есть другая программа, которую я сегодня скажу, тоже другой сервис вебинаров. Там лучше звучит эта же гарнитура. То есть сам кликмитинг вносит некоторые помехи. Абсолютно такое стопроцентное решение это купить просто гарнитуру Apple, можно даже не оригинальную. И вот этот микрофон хорошо работает при проведении вебинаров, можете его пользоваться. В том числе я экспериментировал и покупал петличный микрофон аудиотехника. Так называется он. Я, опять же, не утверждаю, что нет какого-то лучшего или там... Ну, я помню, что мы выбирали вместе с моим другом, который занимается техникой достаточно давно, и он долго изучал микрофон и выбирал вот этот. Мы записывали на него разные видео на камеру и разное, когда мы делали промо, какие-то видео, да, каких-то курсов и прочего, мы использовали именно этот микрофон. И я тоже через него пробовал проводить занятия. Единственное, что могу сказать, что в клик-митинге эти микрофоны, что с Apple техникой, что с аудиотехникой, с петличным микрофоном, все звучит одинаково, ровно потому, что сами возможности клик-митинга по передаче звука по всей видимости ограничены. Я не знаю, с чем это связано, но звучат они одинаково. Хотя, если бы вы записывали на эту камеру зеркальный фотоаппарат, например, и воткнули именно аудиотехнику, там очень хороший звук. Стоит этот микрофон 2000 рублей. Ну, оригинальная гарнитура Apple тоже, по-моему, стоит там 200 с чем-то, но не оригинальную, там, за 300 рублей я покупал. Тоже нормально звучит. Но свой микрофон следует обязательно послушать. То есть вы, когда будете делать запись занятий, у вас будет возможность послушать, как вообще это все видит и слышит ученик. Потому что вы говорите, вот я сейчас говорю, я слышу это вживую, свой голос, я не слышу сейчас, как он звучит для вас. Но когда я смотрю запись, я понимаю, как звучит для пользователей, которые смотрят на дубина. Это очень важно. Дальше вы просто корректируете уже каким-то образом свой звук. Почему-то я вот сейчас имею дело с другими преподавателями в рамках курсов, которые мы сейчас запускаем. Еще раз, вот я слышу, как у кого вообще, какие у кого возможности инструментальные по реализации дубинаров, со звуком все время беда какая-то. То где-то звук очень далеко, то он где-то какой-то прыгающий, очень высокие какие-то частоты и так далее. Я не знаю, с чем это связано. Вот в конечном счете, я для себя подобрал именно вот это сочетание. И вот хочу два вывода. Либо сделайте так, как у меня, будет точно хорошо, либо просто делайте записи вебинаров и слушайте такой звук у тех людей, которые слушают вас. Он должен быть качественным. И, кстати говоря, вот я сразу скажу такую мысль, что мы с вами сейчас, по сути, на пороге вот этого перехода образования, перехода занятий из оффлайна в онлайн. Ну, во многом. И понятно, что это не закончится никогда в оффлайне, если, например, какие-то ценности в этом, общение людей, близости и так далее. Но много чего можно делать в онлайне. И мы это с вами понимаем. И вот этот переход будет тем мягче и тем быстрее вы начнете получать учеников, вообще с ними иметь возможность заниматься и продолжительно заниматься, чем более мы сгладим для учеников вот эти все издержки неудобства, которые могут возникнуть во время проведения занятий. А эти неудобства – это скорость интернета, это звук, камера, да, вот все, что мы говорим, тормоза какие-то и прочее. И вот наша задача вместе с индустрией, которая развивает все эти вебинарные комнаты, да, новые технологии, чтобы все это было качественнее и лучше, использовать эти технологии, наша задача – использовать эти технологии в занятиях с детьми. И вот один из самых таких важных моментов, на мой взгляд, особенно для предметов технических. То есть сейчас, конечно, гуманитарные предметы могут выдохнуть, да, потому что я думаю, что если вы проводите уже занятия в онлайне, вы проводите с помощью каких-то презентаций, там, и своего изображения, да, вещания какого-то, если это языки и так далее, вам не нужно рисовать на доске. Однако я по своему опыту организации оффлайновых курсов прекрасно помню, как преподаватели в оффлайновых курсах на доске пишут, и пишут немало. По идее, тоже в онлайне, если бы у вас была возможность красиво писать, вы бы тоже могли ее пользоваться. В общем, я как математик сразу озаботился вопросом, как же мне писать. Писать так, чтобы ученику было приятно, чтобы мне было приятно, и чтобы занятие как бы минимально отличалось от того занятия, которое может между нами вживую произойти. И я помню, когда только начинал вот онлайн занятие, я сразу озаботился вопросом покупки такого планшета, который может позволить мне писать, и купил вот этот планшет, который слева, вы видите, вакуум 13 сентябрь. 13 HD это 13 дюймов у него монитор, то есть вы можете примерно представить, какой у него какая-то диагональ, то есть у ноутбуков обычно диагональ как раз в районе 13 дюймов, обычный ноутбук-монитор, вот такого размера этот планшет, то есть он как обычный монитор. Значит, в чем вообще фишка планшет-подключение? Как мы можем реализовать вообще процесс написания чего-то? Вот, кстати говоря, вы видите здесь на презентации, я вожу здесь карандашом. Я не думаю, что я потом не заклюну, потому что я не очень понимаю сейчас, кстати, где здесь... Обычно просто у меня здесь шкала есть и есть цвета, где я могу... А, вот, все, надо было окно чуть-чуть растянуть. Так вот, я, значит, вожу вот этим карандашом и вот я могу что-то писать, вот я пописал. Но я сейчас пишу на этом... Как он называется? На тачпаде. Тачпадом, да? Пальцем вожу, и вы там что-то видите. Ну, если я так буду делать, даже черный возьму цвет и потоньше сделаю маркер. И вот я начинаю писать там X плюс Y. Ну, на месте ученика я бы уже вздернулся, если бы мне так писали. То есть, ну, во-первых, долго, некрасиво. Ну, и хорошо еще, что в этом... У Apple действительно еще качественный тачпад. То есть тут можно прям... Ну, кстати, одна из фишек, да, когда вы купите MacBook, вы выкинете мышку. То есть, потому что здесь тачпад абсолютно самостоятельного устройства, управления, мышка не нужна. Все, кто, опять же, пользуется Mac, могут пользоваться пальцами просто тачпада. Вот. Ну, и, короче, я тут что-то пишу, и это, конечно, смотрится ужасно. Вот. И вот именно по этой причине, в частности, в технических предметах, в частности, очень велика необходимость в планшете, опять же, даже в гуманитарных, да, все равно что-то дописать там. Даже если подготовите презентацию, как я сейчас подготовил, и вам нужно будет что-то дописать, может возникнуть этот вопрос с планшетом. Поэтому он возник и у меня. Значит, вот какая история вообще есть с планшетами графическими? Значит, есть планшеты, которые можно просто положить, они без монитора какого-то, они похожи просто как тачпад выносной такой, да, и с карандашом. Вы можете рисовать на них только, смотря на монитор глазами, а карандашом вводите по вот этой пластинке, которая лежит. Но пластинка сама без монитора. Вы, по сути, ну, это очень неудобно. То есть надо прям привыкать к таким устройствам пользоваться, потому что мозгу это неудобно. Мы привыкли к карандашам писать по бумаге. То есть мы где пишем, туда и смотрим. И привыкать к тому, что пишете вы в одном месте, а пишется в итоге в другом, картинка, да, возникает, довольно-таки сложно. Поэтому есть, ну, на мой взгляд, это сложно, прям настолько, что хочется купить планшет с экраном. И для меня это было там верное решение. Я купил этот планшет вакуум с экрана. Он дорогой. То есть он на тот момент, даже когда покупал, это, по-моему, еще курс доллара даже не стану, он стоил 60 тысяч. Вот и сейчас он стоит 60 тысяч. Это прям такой профессиональный дизайнерский планшет. Вы пока не пугайтесь этих цен. Наверное, самое тратное, что есть с технической точки зрения в плане реализации занятий, но оно того настолько стоит просто, вот для меня, во всяком случае. Дело в том, что, когда пишешь по этому планшету, а тут он выступает в роли уже второго монитора. То есть, когда подключаете его к компьютеру, он выступает в роли второго монитора, и можно прямо программу графическую, где можно что-то рисовать, перенести окошко это на вот этот второй монитор. И прям по нему там рисовать. Соответственно, если при занятии в скайпе поделиться экраном, можно поделиться прямо экраном этого планшета. По сути, в скайпе, если вы им пользовались для занятий, вы знаете, что есть такая функция продемонстрировать экран. Так вот, если у вас подключено одновременно два монитора, вы в скайпе выбираете, какой именно монитор демонстрировать. И вы выбираете, что вы хотите демонстрировать именно монитор этого планшета. И теперь, перенеся просто туда окно с программой графической, Вы можете прямо на планшете рисовать, и ученик ваш будет видеть именно это, а веб-камера ноутбука будет снимать именно вас. Вы, получается, вот держите планшет, вот таким образом, говорите с учеником, пишите на планшете, говорите, пишите на планшете. Фишка в том, что так как это серьезный дизайнерский графический планшет, там почерк получается в программах лучше, чем у меня в жизни. И это круто, потому что ученику на такое смотреть приятно, в отличие от наших попыток мышкой там что-то начертить или еще что-то, это уже столько не сбивает. Это один из барьеров, которые мы снимаем при переходе у ученика, и родители же тоже видят, что происходит. Поставьте себе на место родителя, у него есть вариант, либо к ним будет приходить нормально что-то писать, либо какой-то преподаватель занимается с учеником и пишет свои закорючки там кривые. Ну, то есть это уже вызывает отторжение, уже кажется, что, блин, нет, все-таки эти онлайн сейчас не то, лучше я вот отдам сниматься с репетитором. Вот, поэтому мы эти барьеры должны снять. Вот графический планшет позволяет снять. Второй вариант, с которым я экспериментировал, это iPad Pro. Я не понял, когда вышел iPad Pro. Почему именно Pro? Потому что в Pro реализован мультитач. Когда вы можете... Вот есть Apple Pencil, и вы можете руку положить на iPad и рисовать Apple Pencil. Ну, то есть он как будто бы палец, на самом деле. То же самое, что пальцем касаться. И вот iPad понимает, что вот эта рука лежащая, это ваша рука, пока вы пишете вот этим Apple Pencil, значит, ее сигналы от нее воспринимать не нужно. Ведь на iPad вы прям пальцами можете писать. По графическому планшету, этому вакууму, вы пальцами писать не можете. Вы только вот этим карандашиком, который рядышком с ним нарисован, можете писать. Поэтому он вашу руку априори не воспринимает. Можете ее класть спокойно, да, и писать. А iPad воспринимает. Он создан не только в качестве графического планшета, еще и умного устройства. Кстати, у Wacom, ну, я вот как сравнительно уже даю какую-то характеристику, у Wacom нет собственной начинки. Он реально как монитор с касаниями карандаша. А iPad Pro это абсолютно самостоятельный, по сути, компьютер, да, внутри. И процессор, и у него оперативная память, все есть. У Wacom нет ничего, это просто монитор, который подключается к компьютеру. Вот. Но iPad чем хорош, что, возможно, вы и так по жизни iPad бы использовали. И вот если он у вас есть, просто я Wacom, вроде ничего больше не использую, кроме как занятия. Вот. А iPad можно использовать для чего угодно. Да, это такое устройство. Вот. И iPad можно подключить тоже в качестве второго монитора к компьютеру. Так вот, у него обычно какая проблема, что если вы руку по ложке, он воспринимает это как то, что вы рисуете вот эту часть руки. Но в iPad Pro специально реализована такая функция, что он понимает, что это ваша рука, ее не нужно считывать сигналы, с ним нужно только вот карандаш. Есть моменты, что она, наверное, не всегда срабатывает, но очень редко все равно возникает вот такое непонимание у iPad, что сейчас происходит. То есть пишут рукой или не пишут, что там касается. Редко такое возникает. Но возникает. Так вот я говорю, что с iPad есть плюсы. Плюсы. Кстати, сейчас посмотрю, я про сервис один скажу. А, да, я позже скажу. Ну, в общем, с iPad есть плюсы. Плюс это то, что это самостоятельное устройство, и вам не нужно как бы специально покупать что-то именно для занятий. Ну, если вы будете пользоваться iPad еще помимо этого. Вот. Минусы это то, что iPad сложнее соединить с компьютером в качестве второго монитора, потому что нужно много оперативной на это памяти. И есть вероятность, что если ваш компьютер не очень мощный, то во время занятия то, что вы пишете, будет подтормаживать. Не потому, что у вас слабый интернет, а потому что передача вот этих данных с iPad на компьютер будет занимать определенный объем оперативной памяти. И будет из-за этого, возможно, подтормаживать. То есть, если вы просто смотрите на iPad, все там пишется быстро. Но вот эта связка iPad и компьютер, еще и передача потом это через Skype кому-то требует много-много оперативной памяти. Это еще раз важность, опять же, мощности компьютера в этом моменте. Поэтому я потыкался, потыкался, значит, в iPad Pro и Wacom и выбрал пока что промежуточно именно Wacom. То есть, я думал, что я перейду прям совсем на iPad Pro. Нет, я сейчас больше, мне нравится результат именно на вот этом планшете Wacom. Кстати, iPad Pro по цене получается примерно такой же. Сейчас какие-то новые вышли, но вот год назад, по-моему, у меня iPad именно годичной давности. И он стоит сейчас порядка новый, порядка 55, по-моему, тысяч. Ну и Apple Pencil еще стоит, по-моему, 7 или 8 тысяч. Поэтому суммарно там тоже получается как Wacom. Но если вы бушный будете брать, да, то можно там взять его дешевле. Возможно, у вас есть iPad, просто вот еще о чем-нибудь. Я понимаю, что если вы прям совсем не пользуетесь этими планшетами, для вас это может звучать сейчас диковато, что, блин, такие деньги нужно в это вложить. Но еще раз говорю, что тут, видите, смотря какую задачу мы решаем. Если у нас просто, ну, это такие вложения у нас долгосрочные. То есть, я этот планшет Wacom купил года три назад где-то. И он... Вот, уже вопросы пошли, здорово. Давайте прям обратную связь, потому что мне хотелось бы понять, что сейчас вы там не спите, сидите перед монитором, вовлечены в то, что я сейчас рассказываю. Так, мне кажется, обычно Wacom экрана вполне хватит, 70 тысяч за планшет, но как-то там многое нормальное создать, сейчас это просто-таки Wacom. Но я правильно понимаю, Светлана, что речь все-таки о планшете, который без собственного экрана? Правильно? Что это, ну, просто, да, такая площадка, на которой пишут. Я понял. Друзья, я думаю, что если вы технически сможете им пользоваться, ну, безусловно, да, я просто говорю еще раз про свой опыт, вот что мне было важно. Но мне сложно, я когда-то пользовался планшетом, который просто вот площадка такая, да, или я там пишу. Но мне сложно соединить то, что я пишу здесь, а рисуется там. Но если вам нормально, вот, вы пользуетесь этим. Конечно, я понимаю прекрасно, что там 70 тысяч, это может быть многовато. Но для меня это вложение долгосрочное. То есть так как мне это нужно не там с двумя учениками позаниматься, а я хочу прям, чтобы сейчас онлайн это было прям всерьез и надолго для меня, я, ну, делаю определенную инвестицию там, да. Мне очень важно найти прям, сейчас объясню, мне сейчас важно найти идеальное сочетание вообще технически довести занятие до состояния вообще минимальных каких-то издержек для ученика, чтобы все было приятно, четко, быстро, и вот стереть эту границу онлайн и оффлайн. Но это не значит, что нельзя пользоваться сейчас какими-то промежуточными вариантами, что-то другими. То есть я это вот до абсинтизма дорожу. Вот Елена говорит, что использует маркерную доску, и все довольны. А что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, что вы на камеру снимаете то, как вы стоите у маркерной доски? Елена. Ну, кстати, да, стоит тоже об... А, супер, я понял. Ну, стоит об этом тоже сказать, я видел тоже такие форматы. В принципе, это тоже вполне себе вариант. Я, вы знаете, еще вот с какой точки зрения, ну, не совсем для себя это рассматриваю, я не знаю, что вас приводит к мысли, что вы хотите преподавать в онлайне, ну, то есть есть же всегда вариант в оффлайне, почему бы нет, да? Может быть, кто-то из вас, допустим, не из Москвы, и хочет заниматься с учениками из Москвы, и там, допустим, больше чек, да? Ну, почему выбирать именно онлайн, а не занятия с кем-то, с соседом. Вот, а я, в частности, выбираю для себя онлайн занятия, еще в том числе, потому что мне удобно перемещаться, да? То есть я не привязан к одному месту, я могу проводить занятия, по сути, откуда угодно, хоть сидя в кафе, там есть свои издержки, я сейчас экспериментирую с кафе, не всегда это хорошо влияет на занятия, потому что бывает прям шум, то есть тут еще есть нюансы. Но вот планшет, он дает определенную свободу. То есть если вы привыкли все равно проводить дома, конечно, можно повесить доску, я видел такие занятия, вам тогда нужен точно хороший интернет и точно хорошая камера. И звук желательно через петличку, которая у вас сюда подвешена, если вы далеко от компьютера. Кстати, аудиотехника, микрофон хорошо подойдет в этом смысле, потому что у него длинный провод. Длинный провод позволит вам далеко от компьютера отходить, и там у доски обещать вас будет слышно. Ну, опять же, далеко тоже, насколько можно далеко уйти, чтобы камера захватывала и была картинка качественная. То есть, видите, тут возникает целый ряд технических других моментов по поводу качества картинки, если речь идет о какой-то маркерной доске, которую вы снимаете. Ну, вот, например, курсы Fox, если вы такие видели, они реализованы как раз через формат, когда человек у доски стоит, снимает камера. Но тут нужно понимать, что технически они оснащены максимально, по полной программе. То есть, у них лучшие камеры стоят, очень хороший интернет, и из-за этого картинка, которую мы видим, она качественная. Если вы можете это реализовать, именно такое качество, вы можете тоже использовать технику, которую это позволяет сделать. Так, ну, не знаю, может быть, кто-то хочет что-нибудь дополнить еще по теме планшетов. Вот, я сейчас скажу, еще там дальше будет программа, которая позволяет переводить iPad Pro в качестве второго монитора. И любой другой iPad, да, то есть вы можете попробовать рисовать еще. Есть стилусы специальные для обычных iPad'ов, там просто не очень мне нравится результат, поэтому мне Wacom в свое время больше понравился как решение. Вот, хотя iPad Pro уже, по сути, по решению очень близок, по качеству, близок к тому, что есть Wacom. В Wacom. Про приложение мы поговорим. Значит, еще один вопрос, это скорость интернета. Есть программа такая, Speedtest, вот вы можете видеть здесь название, можете себе ее скачать на компьютер, и там, где вы проводите занятия, быстро проводить тест скорости интернета. Это я сделал скриншоты моего интернета, домашнего, достаточно, он в высокой скорости. И я вот привел к примеру вам рекомендации Skype'а по скорости интернета для видеоконференции на 7 человек. Это то, что у вас может быть в формате мини-группы. Значит, 8 мегабит в секунду – это скорость по принятию файлов, по загрузке файлов. Это слева у меня моя версия. И 512 килобит, то есть это полмегабита в секунду, для отдачи файлов, когда вы передаете какие-то файлы. Это рекомендации Skype'а для того, чтобы конференция проходила у вас без разрывов каких-то интернетов, без гергеров. Ну, соответственно, дальше вы можете уже сравнивать свой интернет с этим. Ну, еще вот по моей практике, если у вас больше 10 мегабит в секунду, то получается занятие с вашей стороны нормально. Кстати, по поводу интернета тоже очевидная вроде вещь, но на всякий случай скажу, что если есть какая-то группа людей, которые вас смотрят, и у кого-то есть проблемы, и кто-то говорит, что там тормозит или там еще что-то, если хоть один человек говорит, что у него не тормозит, и все нормально, то 100% это тогда не на вашей стороне. Ну, это вроде как логично, да, из здравого смысла, что если у него качественная картинка, значит, по крайней мере с ним у вас это сочетание вашей передачи данных и его приема дает хорошую картинку. Это значит, что когда у других картинка тормозит или там со звуком что-то, это именно на их стороне, потому что если было бы на вашей, то ни одного человека не сказала бы, что у него нормально все с картинкой и со звуком. Ну, на всякий случай просто говорю, часто с этим сталкиваюсь, бывает, ну, часто ребята, если там на вебинаре или еще где-то, школьники, да, я говорю, если у них проблема со звуком, они обвиняют в основном тех, кто этот вебинар ведет. Вот, можно каким образом объяснить этот момент. Ну, кстати, это очень большое препятствие для нас с вами в плане проведения онлайн-занятий. То, что все-таки интернет еще во многих местах в России оставляет желать лучшего, это факт. Это я вижу просто по тем вебинарам, которые мы сейчас проводим для школьников. Там на вебинарах по 100 человек сейчас присутствует, 100, 150, и очень много ребят пишут, что вот там проблемки, и так далее, потому что многие пишут, что все хорошо. Значит, именно у тех ребят проблемы. Ну, понятно, скайп, распространяться не нужно. По возможности в скайпе, я думаю, вы знаете, что там есть видеоконференция, вы можете создать беседу и звонить прям всем участникам беседы. Я проводил занятия как раз в мини-группах до 5 человек. То есть ванках одной беседы ребята, максимум 5 человек, подключаются к занятию, они все видят друг друга в маленьких экранчиках, видят вас, и, ну, можно демонстрировать свой экран. Получается, что здесь будет большая маркерная доска, допустим, если вы планшет включаете, демонстрируете экран планшета, и квадратики участников мероприятия. Вот, кстати, вот этим плюсиком, если нажимаете, можно продемонстрировать свой экран. Дальше. Значит, по поводу программы для рисования. Вот две программы, которые я использую, это Sketchbook Express и Notability. Но по факту нет большой разницы, вы просто должны попробовать дать для себя какую-то программу, которая подходит вам. Мне очень нравится и Sketchbook, мне нравится и Notability. Notability больше возможностей для того, что там можно сделать даже там сетчатую в клеточку бумагу, да, там для математиков и физиков подойдет, больше немножко возможностей. Ну, Sketchbook, мне нравится, как взаимодействует этот Sketchbook с планшетом Вакуум, то есть там, ну, очень здорово получается реально писать на нем, очень хороший почерк получается, красиво реально смотреть, вот ученику приятно. Так, ну, тут просто стоило сказать что-то о программах этих. Дальше вопрос еще возникает фиксация видео. Я пользуюсь программой Monosnap для того, чтобы само занятие, которое происходит, будь то вебинар, занятие в Skype или что угодно, параллельно записывалось. Практически Monosnap записывает ваш экран. Соответственно, вам нужно записать ту часть экрана, которая у вас, на которой размещен тот экран, который видит ученик. Вот этот экран вы записываете, у вас получится записанная занятия. Ну, просто напоминаю еще, что для того, чтобы это использовать, нужен компьютер с хорошей оперативной памятью. Так, вот надо было чуть раньше на этот слайд поставить. По поводу подключения iPad'а, программа Duet я использую, она хорошо работает таким образом, что iPad становится продолжением экрана вашего ноутбука. Она и на Windows работает тоже, то есть вы можете подключить iPad'а компьютер на Windows и использовать его в качестве планшета. Как я уже говорил, вы просто переносите программу для рисования на экран вашего iPad'а. Ну, кстати говоря, у меня сейчас подключен iPad тоже, могу показать, в качестве второго экрана. Вот тут будет то, что я вам покажу дальше. Здесь открыт браузер, как раз, в котором сервис, по которому я расскажу чуть позже. Как раз я пользуюсь этой программой Duet для того, чтобы это сделать. Так, что у нас дальше? Последовательность действия, которую вам нужно сделать, подключить планшет, запустить программу для рисования и запустить планшет в качестве второго экрана. Сделать звонок ученику или в беседу для того, чтобы мини-группу подключить, да, в рамках видеоконференции, включить демонстрацию экрана, и вы можете выбрать, какой именно экран демонстрировать и выбрать экран с планшета. Теперь по поводу вебинаров. Ну, то есть, то, что касалось организации на скайпе занятия, как можно организовать занятия в вебинарах. Я использую две платформы. Я использую, и сейчас тестирую, какая лучшая, и, может быть, еще появится какая-то третья для меня. Это две платформы, ClickMeeting и GoToWebinar. Мы сейчас с вами находимся в ClickMeeting, есть свои плюсы, свои минусы. GoToWebinar тоже, ну, там немножко по-своему все устроено. Я вам просто в качестве примера их привожу, и сейчас я вам расскажу больше про именно ClickMeeting. Мы сейчас с вами находимся в днем тоже. Что здесь есть, какие возможности? Вы можете здесь ClickMeeting и видеть и слышать меня. Также я вижу здесь список участников и чат, и здесь есть еще выбор формата, каким образом можно подключать участников этого вебинара. Мы сейчас находимся с вами в режиме только прослушивания, то есть у вас микрофоны выключены и недоступны, вы не можете сейчас обещать тоже вебинар, однако есть чат. При этом можно сделать формат режима вопросов и ответов. То есть вы можете задавать вопросы свои по микрофону, и вы можете, как участники вебинара, я могу подключать, что вот сейчас этот задаст вопрос, человек сейчас другой, он теперь другой задаст человек и так далее. Можно вообще сделать формат обсуждения, когда все микрофоны будут включены, это будет что-то типа Skype, но единственное, что не будет видно видео. Мы будем все вместе общаться. То есть это вот клик-митинги тоже можно реализовать. Теперь по поводу того, что можно трансировать, что можно показывать. Сейчас вы видите презентацию, которую я загрузил из PowerPoint сюда, и это как раз формат презентации. Есть формат маркерная доска. Если его сейчас открыть, вот доска, я то что-то рисую, и вы видите как раз эту доску. Я могу вернуться на презентацию, открыть такую платку у себя, и вы будете снова видеть презентацию. Ну и, кстати, что мне нравится клик-митинг, что по презентации тоже можно рисовать. Вот, поэтому для занятий, для вебинаров к математике я использую формат презентации. У меня здесь есть задача уже готовая, а дальше я продолжаю писать под условием задачи. Также вы можете демонстрировать часть рабочего стола, часть экрана, и вы можете загружать ролики из YouTube и делать опросы. Ну, я честно скажу, что ролики из YouTube и опросы я пока не использую в своей практике, это мне не пригождалось. Опросы в том числе. Но опросы можно делать онлайн, как по ходу вебинара. Мне это не нужно было, но я использовал вот эти все первые три возможности. Ну и также здесь есть чат, в котором можно задавать вопросы и общаться с пользователями. Кстати говоря, когда я провожу вебинар для школьников, очень важно общаться с ребятами, которые находятся в чате, и вовлекать их вообще в процесс того, что разбирается на вебинаре. Для них это важно, они хотят принимать участие очень часто и формат такой общения, когда задаем вопросы, они как-то реагируют в чате, очень хорошо их вовлекает в урок. Так, это про вебинар мы поговорили. И еще я хотел бы рассказать про то, как можно организовать доступ к курсу. Помните, вначале я говорил о том, что есть один вопрос в том, как проводить непосредственно занятия, в какой программе это делать, там скайп, вебинар, технические какие-то вещи. А еще были составляющие связаны с тем, как систематизировать курс, как организовать хранение, записи, тесты и так далее. Я вам хочу порекомендовать сервис, называется TeachBase. Сервис, на котором любой человек, компания или частный практик может сделать неограниченное число курсов, которые он может отдавать или продавать участникам. Я не знаю, знаете ли вы этот сервис или нет, хочу рассказать вам про него, какие у него есть возможности, как использовал для себя его я. Как раз я сейчас это сделаю через то, что я продемонстрирую свой экран. А ну, друзья, поставьте мне, пожалуйста, плюсик, если меня слышно, потому что почему-то кликмитинг, кажется, сбунтовался. Ага, все, спасибо. Я хотел взять доступ к экрану, а кликмитинг что-то мне написал, что он не хочет больше ничего делать. Так, все, вот я вроде могу выбрать область экрана. Пока у вас ничего не должно быть видно. Пока я выбираю область. Как только я ее сейчас зафиксирую, вам эта область должна начать делаться. Ну что, вам видно? Напишите, пожалуйста, обратную связь. Видно вам браузер, в котором написано возможности системы TeachBase. Видно. Вот, собственно, что сейчас происходит? У меня сейчас это окно открыто на iPad как раз. Я объясняю, да, технически, как это устроено. Окно у меня открыто на iPad, там открыт браузер, и я выделил часть экрана iPad, второго своего монитора по факту, да, для демонстрации вам. И вы сейчас видите эту штуку. Вот я двумя пальцами листаю по iPad, и вы сейчас должны видеть, как перемещается у меня окно. Ну вот я хочу рассказать вам про возможности TeachBase. Это можно почитать прямо на сайте, что здесь есть. Вот мы с вами видим небольшую картинку того, как там непосредственно все устроено на сайте. То есть вы можете прямо курс выкладывать по шагам, по темам. Вот вы можете, соответственно, добавлять в курс, как здесь написано, да, задания, тесты. То есть вы можете прямо делать полностью структуру самого занятия, добавлять в тему запись занятия, добавлять тест после занятия и все материалы, например, которые у вас используются в рамках того или иного занятия, и делать новую тему, в которую тоже добавлять материалы и так далее. И у вас собирается полное древо курса, которые вы можете предоставлять ученику индивидуальному, либо группе, которая у вас занимается, либо тем, кто у вас занимается через вебинар. Плюс подключая других каких-то учеников, вы сразу даете им доступ ко всему предыдущему, вам не нужно какие-то ссылочки им кидать или еще что-то. Все там уже есть, все закреплено. То есть вы, пользуясь конструктором курса TeachBase, полностью создаете его структуру и прикрепляете к этому курсу, к пунктам программы, все, что вам нужно. Также вы создаете здесь тесты. Вот показан пример. Здесь удобно создавать тесты в TeachBase, которые вы можете использовать в качестве, например, того же домашнего задания. То есть проведите, проводите урок и говорите, домашнее задание решить тест, прикрепленный к этому уроку. И, соответственно, там вы уже разместили задание, ученики там же уже видят, правильно ли они решили или нет, получают какие-то баллы и так далее. То есть мы объединяем сразу и домашнее задание, и некую проверку. Никто вам не мешает потом разобрать домашку, но уже некий элемент статистики сразу ученикам пойдет в копилку после того, как они прорешают домашнее задание и ответят на ваши вопросы. Статистика и результаты прохождения. Помните, я говорил, что важно ученикам тоже видеть друг относительно друга какой-то рейтинг. И вы можете видеть, если у вас группа большая, кто как решил домашку. Это все фиксируется. Вы можете таким образом всегда вернуться к тому, а как тот или иный ученик проешал ту домашку, а эту и так далее. То есть у вас все это остается в рамках вашего курса. Тоже это очень ценно для нас, как и для преподавателей, что мы видим, ну не просто запоминаем абстрактно у кого-то как дела идут, а можем всегда обратиться к статистике. Постепенно, прикрепляя какие-то материалы к курсу и добавляя просто в библиотеку, вы создаете некую библиотеку материалов. И вы можете соответственно... Ну видите, здесь написано, кстати, что управлять базой знаний в компании вы можете. Потому что HBase создана в том числе и для компаний, чтобы они внутри у себя обучение для сотрудников выстраивали. Но нам по сути это не важно. Мы можем точно так же библиотеку устраивать для тех, кто у нас занимается. В мини-группе, на курсе, как угодно. Также в HBase есть встроенная платформа вебинаров. Мне она не очень понравилась, но я вам скажу, что просто по количеству каких-то нестыковок и косяков, просто крикмитинг или go to webinar в моем пока рейтинге лучше. Но возможно HBase со временем доработает свою платформу и там тогда будет, конечно, удобнее, если вся учеба для учеников будет проходить просто внутри HBase. Причем в HBase вы сами даже создаете свой адрес. То есть у вас там будет, допустим, Edison.teachbase.ru. Там, по-моему, даже можно на домен стоит перенести. Прямо Edison.ru заходишь и попадаешь в то, что как раз внутри курса вашего находится. И прямо там уже, допустим, и вебинары и так далее. Если они доделают свою вебинарную платформу, и она будет хорошей, то можно прям все проводить в одном месте. У вас будет тоже база пользователей ваших. Вы можете сделать ему рассылку какую-то, приглашая на курс и так далее. То есть управлять доступами к курсу и прочим. И у каждого слушателя есть его личный кабинет. То есть он видит свою статистику, видит, сколько он уже прошел задания, сколько ему еще осталось пройти, сколько он времени провел. Вы уже можете давать некую статистику и родителям. Они могут смотреть, сколько времени провел ученик в кабинете и так далее. Видео, встречи, материалы – это все как раз то, что касается возможностей мультимедийных внутри курса. Ну, собственно, вот и все. Я думаю, что вы поняли, что предлагает Teachbase по факту. Это некий кабинет, которым можете управлять вы как создатель курса, которым может иметь доступ потом ученик, в котором вы выстраиваете курс определенный, то есть вы по темам называете уроки. К каждому уроку можете прикреплять кучу материалов разных. И таким образом делаете структурность вашего курса для всех учеников, которые занимаются. Могут они вернуться к прошлым материалам. Будет все сохранить, вы всегда можете потом продавать доступ к таким курсам и прочим. Ну, это такая возможность, в принципе, которую можете использовать любой даже частный препятствитель. Ну, и последнее. Опять же, я говорю, я вам рассказываю, чем пользуюсь я. Если мне нужно сделать какую-то рассылку, приглашение на вебинар или еще что-то, я использую просто пока не сайт для этого, а просто Google-форму, которую вы можете создавать. Это форма Google, да, то есть заходите drive.google.com. Это Google-диск, на нем вы можете создавать Google-форму и выставить, какие нужны поля вам. Человек заполняет заявку на вебинар, у вас остаются имейлы. По этим имейлам вы можете делать рассылку, приглашение на вебинар, который вы на том же кликмитинге сделали. Кстати, на кликмитинге можно сделать через сам сервис рассылку, приглашение на какое-то количество имейлов. Но если вам нужно собрать какие-то имейлы и сделать по ним еще какую-то другую рассылку, вы можете делать рассылку в определенном сервисе и, опять же, в качестве просто рекомендации, что я использую, я использую Unisender для того, чтобы делать рассылки по, в том числе, кстати, и вам, по преподавателям и по ученикам. Опять же, то, чем я пользуюсь, вы можете как пользоваться самим кликмитингем и TeachBase для того, чтобы делать рассылки по внутренним потребностям этих сервисов, организовать вебинар, на курсе сделать какой-то анонс и так далее, так и просто для каких-то других целей использовать рассылки, вы уже можете в другом сервисе, в частности, в Unisender. Друзья, на этом у меня все. Это мой опыт технический и сервисный по реализации онлайн занятий, вебинаров, скайпов и так далее. Мне от вас ценно будет получить обратную связь. Если есть вопросы, готов на них тоже ответить. Может быть, вам есть чем поделиться. Если вопросов не будет, то можно просто после вебинара оставить отзыв. И дальше, собственно, как я уже говорил, вы можете как присоединиться в качестве соавтора к нашему сообществу, тоже делать какие-нибудь вебинары, полезные материалы, мы все вместе будем собирать самые полезные вещи для преподавателей. Я заинтересован в том, чтобы найти спикеров интересных. Поэтому подобные мероприятия будут повторяться. Спасибо за обратную связь. Ну что ж, в общем, всем спасибо. Там, по-моему, если закрыть клик-митинг, можно будет оставить по этому вебинару, поставить оценку ему и оставить свой WhatsApp. Если так это появится, такая возможность, прошу вас это сделать. Спасибо всем участникам. Вебинар будет в записи. Присоединяйтесь к сообществу «Эдисон» в качестве соавтора, либо просто к слушателям. Давайте будем прокачивать наши навыки преподавательские и будем двигать рынок в сторону улучшения и качества преподавания, и технической составляющей, и вообще будем улучшать образование в России. Всем спасибо. До новых встреч. Пока. Так, вот еще вопрос про занятия в школе «Эдисон». Я, наверное, сделаю отдельный вебинар по поводу «Эдисон» и объясню, как сейчас все будет устроено в «Эдисон». Занятия идут, но не совсем в «Эдисон». Мне нужно будет рассказать, что это значит. Об этом позже. Но вообще мы уже занимаемся с учениками. Все, друзья. До свидания.